Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Семь оперативных групп вошли в состав управления муниципального контроля. Специалисты нового отдела решительно взялись за наведение порядка в городе. С праздником ветераны! Мы продолжаем серию спецрепортажей о героях нашего времени. В Анапе начали работу семь оперативных групп муниципального контроля. Отдел, созданный по распоряжению главы курорта, наделен широкими полномочиями, оснащен автомобилями и единой формой. Под пристальным вниманием сотрудников все, что касается благоустройства и санитарного состояния нашего города. Наблюдение правил застройки земельных участков. Вадим Родин изучил тонкости работы новой оперативной службы. Специально для контроля за порядком на улицах города и сельских округов, в администрации создан новый отдел со всеми полномочиями, необходимыми для пересечения любого нарушения на курорте. Будь то переполненный мусорный бак, не скошенный перед домом трава или самовольное строительство. Раньше, хоть и следили за этим сотрудники администрации, но были просто статистами. Протокол не составить, действенные меры не принять. Приходилось привлекать полицию. Учитывая загруженность права охранителей, не всегда можно было добиться желаемого результата и в срок. Но теперь ситуация кардинально поменялась. С сегодняшнего дня четыре машины патрулируют весь Анапский район. Вот мы видим, двигаясь в улицу Трудящихся, видим, что собственникам установлено, если можно так назвать, машина, сгоревшая на газоне. В поле зрения оперативной группы муниципального контроля все, что портит облик города. Начиная от складирования строительных материалов на газонах и тротуарах, заканчивая незаконной установкой торговых павильонов и нецелевого использования земли. Если на участке стоит мини-гостиница, то и земля, на которой она стоит, должна быть оформлена для ведения коммерческой деятельности. Вот у вас уже на протяжении года, наверное, здесь установлено, и не как то, мы с вами через суды воевали, выиграли. Теперь даже и судебные пристава, наверное, на вас особо влияние не оказывают. Почему оказывают, вызывали? Оказывают? Вызывали, я после вызова приставов, как бы, вот это разбирать. Значит, мы под контроль возьмем данное сооружение на территорию общего пользования. Хорошо. Задим вам срок три дня. В противном случае будем составлять на вас протокол об административном правонарушении ежедневно. Просто разбираю. Я же его там... Разбирать нужно. Быстрее. Разбираю. Я же ничего не отказываюсь. Мы вам срок установили. Вернемся обязательно. Такая же ситуация и у соседа. Торговый павильон стоит на муниципальной земле уже год, и хозяин не торопится выполнять требования администрации освободить участок. Недавно в суд был направлен соответствующий иск, но работу с предпринимателем ведут постоянно. В надежде, что он без принудительных мер и штрафов уберет это нелицеприятное сооружение. Предлагаю демонтировать его самостоятельно. Впереди курортный сезон, чтобы граждане к нам приехали, удивились, как оно выглядит красиво, чисто, благоустроено. А на пчане кто с удивлением, кто с радостью знакомится с сотрудниками новой специализированной службы. Теперь у города есть целый отряд защитников, которые будут круглосуточно следить за благоустройством курорта. И их обещания вернуться к нарушителю через три дня с повторной проверкой воспринимают всерьез. В следующий раз, если не будут исправлены замечания, нерадивому собственнику выпишут штраф в размере 3000 рублей. Далее нарушителя можно будет штрафовать на эту сумму хоть каждый день, пока он не поймет, что спорить с муниципальным контролем не стоит. Служба молодая, но уже в первые дни работы доказала, есть настрой на вести порядок в родном городе. Свой обычный рабочий день глава города Сергей Сергеев провел с руководителями анапских СМИ и их главными редакторами. Для журналистов это была возможность определить для себя адреса новых тем, а для главы города узнать, о чем думают читатели и зрители местных изданий, телеканалов и радиостанций. Совпала эта поездка и с профессиональным праздником журналистов. Глава города любит бывать на селе. В станице Анапской, например, три месяца назад сменился глава. Олег Леонидович Гончарук за это время успел сделать очень много. Сергею Павловичу было интересно посмотреть, как работает новый руководитель. Освой объезд территории анапского сельского округа он начал со встречи с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, знаменитого своими овощами далеко за пределами Анапы. Валерий Ильич Кан много лет назад строил в Учку Дуки. Тем интереснее было Сергею Сергееву узнать, как предприниматель так досконально освоил технологию выращивания овощей, сделав их производство эффективным и успешным. Откуда вы это все знаете? Вы же говорите, я не сельхозник, я строитель. Жизнь заставляет. Жизнь заставляет. Вопросов глава города и журналисты задавали предпринимателю много. Сколько у вас работников, что такие площади? Обслуживание. Средняя годовая численность 24-26 человек. 24? Да. На гектар при всех вариантах, при даже нашей технологии, еще как бы первоначальной, порядка 12-13 человек нормально. Скажите, а огурчики где продаете свои? На рынке. Налоги-то оплатят в местный бюджет, в консолидированный, в местный. И зачем мы должны кормить другие районы, даже Краснодарского края? Я эгоист в хорошем смысле этого слова. Меня интересует Анапа. Поэтому, если он будет продавать, я руководителям здравиться, Юрию Федоровичу говорю, что бывает, встречаетесь с руководителями, рекомендуйте им брать здесь. Продукцию фермера с удовольствием продегустировали. И не случайно, прощаясь, фермер пожелал журналистам побольше рассказывать о местной продукции, ведь она экологичнее, вкуснее. Валерий Ильич подчеркнул, что перекупщики турецких овощей даже не догадываются, что их производители обрабатывают для увеличения срока в лёжкости свою продукцию радиацией. Что нам мешает сегодня обязать руководство рынков приобрести прибор, который проверяет именно радиоактивное излучение, то, о чём говорит Валерий Ильич. И, допустим, доска объявлений на доске, количество и так далее. Если это не нарушает закон защиту прав потребителей и закон предпринимателей, которые торгуют. Не без удовольствия участники рабочей поездки осмотрели новую летнюю эстрадную площадку, оценили перемены, произошедшие в центре станицы. Благоустройство идёт полным ходом. Территория амбулатории, например, раньше утопала в лужах и у хабах. Сегодня во дворе созданы все условия для посетителей. Встретила гостей главный врач Елена Паркина. Она год назад просила главу необходимости дневного стационара. Сергей Павлович обещал изучить проблему и помочь. Сегодня стационар в амбулатории есть. Мы с удовольствием и 10 коек поставим, потому что большая потребность. Очень востребована, да. У нас население очень любит лечиться. Я даже удивился. Есть районы, районы в крае, где нет эндокринолога, на весь район. У вас здесь есть эндокринолог. Укомплектованность с врачебными кадрами, в том числе узких специальностей, в станичной амбулатории 90%. Не каждое городское учреждение может похвастаться таким показателем. И всё это благодаря заинтересованности и энергии молодого руководителя. Главный врач живёт чаяниями и заботами вверенного ей учреждения и коллектива. Вот им надо помогать. Не будет человека, придёт другой, который будет приходить утром, лапки сложил, вот свалилась с неба, дал Сергею или там другой Иванов. Вот это я и воспользуюсь. А не дал, ничего делать не буду. Амбулатория нуждается в расширении. Планы на это есть. Здесь будет пристройка к основному корпусу. Ещё Елена Паркина мечтает приобрести аппарат УЗИ. Глава курорта дал поручение своему заместителю по социальным вопросам Людмиле Мурашовой найти возможность помочь. Объезд по станице Анапской завершился за круглым столом. Сергей Павлович поздравил журналистов с профессиональным праздником, пожелав им активной жизненной позиции. Герои живы пока, память о них жива. И не только на словах. Забота о состоянии памятников и мемориальных сооружений в Анапе – наша святая обязанность и почётный труд. Наша съёмочная группа проехала по памятным местам воинской славы и посмотрела на последнее приготовление к празднованию Дня Великой Победы. На курорте завершается подготовка к празднованию Великого Дня Победы, до которого осталось всего два дня. Анапчане приводят в порядок и надлежащий вид. Мемориалы и памятники расположены в городских скверах и парках. Работники предприятия «Римстрой» взяли на себя ответственную миссию – облагородить и освежить мемориал «Вечный огонь» в сквере боевой славы. На его территории покрасили все лавочки, провели косметическую реставрацию скульптур, заменили табличку с названием, почистили плиты с гравировкой имён Анапчан погибших в войне. Списки обновили, несли ещё одно имя солдата – Алексей Москаленко. Специалисты предприятия «Зеленстрой» высадили на территории сквера более трёх тысяч святов. Для проведения памятных мероприятий сквер боевой славы полностью готов, чисто благоустроен. Далее на очереди братская могила 45 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, которую также приведут в порядок. Мемориал на углу улиц Ленина и Советской. Анапчане свято чтят память героев Великой Отечественной войны. Поэтому к мемориалам не только в праздники, но и в будние дни приносят цветы. Все, кому не безразлична история Отечества. Содержать чистоте и заботиться о памятниках погибшим героям – обязанность потомков навсегда. В Анапском филиале Московского госуниверситета имени Михаила Шолохова состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое Дню Победы. В преддверии студенты устроили для ветеранов праздник – концерт «Глаза солдатских матерей». По сложившейся традиции ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны собрались в университете. Николай Бомко, гвардии полковник, участник Великой Отечественной войны. 7 июля 1941 года 15-летним подростком ушёл на фронт добровольцем. Оттуда отправили на учёбу в Первое военное училище в Омске. И уже после поступил в училище по подготовке офицеров для реактивной артиллерии. Я закончил осень 1943 года, мне исполнилось 18 лет, мне было присвоено первичное офицерское звание, и я убыл на фронт командиром огневого взвода реактивных установок, прославленных «Катюш». Освобождал Южную Украину, Крым, Севастополь в 1944 году, затем Западная Украина, Польша. Войну закончил 10 мая 1945 года на южной окраине Праги в должности командира батареи. Студенты пели песни военных лет. Кристина Калачёва, студентка второго курса, исполнила песню «Солдат». Напомнила о тяжёлых днях войны. Каждую строчку в стихотворениях студенты рассказали эмоционально, будто прочувствовали вместе с ветеранами всю боль воспоминаний. И также вместе порадовались долгожданной победе. Почему сегодня мы имеем возможность проводить этот праздник? Почему сегодня мы имеем возможность прославлять нашу страну и говорить о нашей великой России? Благодаря вам. Благодаря 9 мая 1945 года. Благодаря великой победе. Участники Великой Отечественной войны, труженики тылы, которые были детьми во время войны, поблагодарили педагогов и студентов Анапского филиала Московского государственно-гуманитарного университета имени Михаила Шолохова за внимание и память. Спасибо вам, что вы несёте эту славу России, потому что когда мы забудем, то забудут и наши многие правдники. В памяти погибших во время Великой Отечественной войны зажгли свечи. Извиняющей тишиной во время минуты молчания почтили память павших. Студенты поблагодарили ветеранов и пожелали им крепкого здоровья. Продолжаем цикл специальных репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны. Лидия Дрогалова родилась в 1927 году в станице Выселки Краснодарского края. 17 мая будет отмечать 87-й день рождения. В военные годы Лидия Ивановна занималась, казалось бы, совсем не женским делом. Работала шофёром в автороте. Детство Лидии Дрогаловой прошло в азербайджанских селениях. Здесь Лида пошла в первый класс. В школе преподавали на азербайджанском, которое она быстро освоила. Позже отец вернулся на родину. Все семьёй переехали в родную станицу Выселки. Как и все девушки до военного времени, Лидия Ивановна мечтала учиться дальше. Задумывалась о выборе будущей профессии. Но началась война. Отец и брат ушли на фронт, а институтом девушки стал колхоз. Однажды молодёжь станицы отправили на передовую доставить бойцам муку. На плечах каждый нёс по 16-килограммовому мешку муки. Пройдя несколько километров, Лида почувствовала, что сильно замёрзли ступни ног. Это хотя был и февраль, но за этот февраль даже песню сочинили, что тает снег врастал и тает таранрой. И на Южном фронте оттепели опять. Грязь, слякоть, идёшь. Прошла 12 километров от выселки до журки, 12 километров. И уже мне кричали, Лидия, у тебя отпечатки пальцев. Уже подошвы нет. Что делать? Не возвращаться же мне с этой мукой, которую солдаты ждут. Отрезали мешок сверху, разрезали, сделали как обмотка. Тогда все солдаты обмотки носили. И с такими вот обмотками пошла. По дороге питались в деревнях тем, чем делились обездоленные войной жители. В конце пути обнаружили. Единственная тропа на передовую заминирована. Перешли на лёд. Вышли уже потом в конце. Там избёнка была камышанная такая, брошенная. Но старушка там жила. Говорит, дети, вот тут вот лежат мины такие. Смотрите, не оступитесь. Только идите, сапёры прошли. Вот в шаг в шаг идти. А идти примерно как, сейчас я точно не помню, примерно как до субсеха. И мы шли шаг в шаг, как прошёл этот человек. В 1944 году, работая на строительстве железной дороги, Лидия Дрогалова случайно услышала разговор девчата на боре в автороту. Подробно расспросила и сразу же побежала к командиру роты. Узнав, что девушке нет 18 лет, командир отказал. Долго пришлось убеждать, рассказывая, что отец в механике, что она с детства знает и любит технику. Он посмотрел на меня, говорит, моя детка, вот жалею тебя, как дочь свою. Иди. Транспорта не было, пешком эти нужно было, эти 30 километров планировать, готовиться туда. Иди. Только не бери документы, скажи, я забыла. И не говорю, сколько тебе лет. Ты высокая, пройдёшь. И меня приняли. Водительское искусство освоило быстро. Через месяц уже обслужила на своём грузовике близлежащие населённые пункты. Перевозила зерно, свёклу, другие грузы. Во второте Лидия Ивановна встретила своего будущего мужа, Валентина Дрогалова. Поженились спустя три года после окончания войны. И утром рано, ну, наверное, хозяйка или по радио услышала, или откуда это сведение взяла, и начала, будет, давайте, война кончилась. Мы повыскакивались все, там и кричали, и плакали, и подскакивались. Позже Лидия Дрогалова получила повышение по службе, работала уже старшим бухгалтером автороты. Затем заведовала местной хлебопекарней. В 60-е годы по совету родственника анапчанина с семья Дрогаловых приехала искать работу в город-курорт. Так и перебрались сюда уже с двумя сыновьями. Последнее место работы Лидии Ивановны – озеленитель в зимнем саду санатория Кубань. Она с особым трепетом перечитывает книгу отзывов посетителей зимнего сада. Перелистывает альбомы, в которых хранятся фотографии ребят-афганцев, отдыхавших в Кубани. Её стихи о солдатских матерях напечатаны в Краевой книге памяти, посвященной погибшим в афганской войне. Посвятила стихотворение и водителям, водившим колонны машин по афганским дорогам войны. Несносная жара стоит, пейзаж гористый и опасен. Здесь каждый камень смерть таит, а ты так молод и прекрасен. И вдруг тот страшный миг, засёк душман нас вездесущий. В конце колонны мазь горит. Таким же пламенем охвачен и ведущий. Моё лицо не каждый узнаёт. И мама вздрогнула, увидев сына, не спросит ничего. Она поймёт, что с нами там папа не было. Заслуженным правом на отдых Лидия Ивановна Дрогалова воспользовалась только после 70 лет. А до тех пор, пока позволяла здоровье, работала, не зная, что такое отдых. Работает и сейчас. Разводит цветы, содержит небольшое хозяйство. И готовится к праздникам, Великому Дню Победы и к своему 87-летию. Это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Партнёр прогноза погоды аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в апрель. Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В четверг 8 мая в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днём 15-18, ночью до плюс 14 градусов по Цельсию. Ветер переменный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 14 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнёра программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трёхкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.